Я Россия, и я тебе этого никогда не прощу! Мы тебе этого никогда не простим! Нет войны! Вы понимаете, что слово русский теперь будет сниженным словом краем? Вы понимаете это? Вы понимаете, что слово «россиянин» теперь будет синонимом слова «гной», «пи***»? Вы понимаете это? Произошло страшное! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Надо было парень вчера сымать. Вчера здесь не было народу, понимаешь? Все на фронт ушли. Вы-то не боитесь, что вас отправят воевать? Пойдем отправить. А погибнете как? Там у нас ребята уже лежат мертвые. Ну, в смысле, показывают какие-то фотографии. Жалко их. Шойгу, Путин, Лавров. Молодцы все! А так а если вот вашего сына, например, возьмут и пошлют воевать в Украину? Кого пошли? Ну, это сына вашего. Американцы говорят, что? Я не знаю. Россия развязала войти. Пойдет, значит. А что у вас? Ничего. Все сделают. У нас такие ракеты показывают по телевизору. Через неделю будет мир. Поглядите. У нас на Черном море стоят корабли под водой и над водой. И стоит там такое оружие. Все знают. Направили. Как жахнуть. Расточечно. Вот как в Харькове. Вот сейчас упала сюда снаряд вот он. Женщина оторвала две ноги, поставяком оторвала две ноги и забрала скорость. И тут еще в трансах подъезжает зникло крышу. Черт возьми, как это вообще возможно. Все люди родом из Харькова, только некоторые стесняются в этом признаться. Харьков, он на самом деле очень похож на Москву. На центр Москвы, на какую-нибудь покровку. Это то, что знакомо всем москвичам. То есть ты планируешь уехать на совсем? Ну, мне бы хотелось надеяться, что я когда-то смогу вернуться в свободную страну. Ты считаешь правильно уехать, покинуть и оставить здесь родных? И считаешь, что твой подъезд как-то повлияет на эту ситуацию? Нет, я просто чувствую, что мне тяжело находиться в этой стране, где я не могу свободно говорить, где не существует независимых СМИ. Я не могу понять, что ты ее не разделяешь. У тебя же здесь остаются люди, которые ее разделяют, с которыми ты можешь продолжать ее разделять здесь. Там не сахар. Кто не спорит и не говорит, что там сахар. И я не думала, что там больше свобод, чем у нас здесь. Так что люди, которые устраивают войну в семье, вот это преступление набирают. Звучит. В translator только на русском. Как там надо скрывать. night. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Он хотел быть военным, всегда играл в войну. Жириновский ему диплом вручал на Красной площади. Вот он тогда мне говорит, мама, я говорю, все же не твой сын. Я говорю, сын, расти, нет, ты мой, я говорю, клятву дал, я говорю, должен выполнить свой долг. Вот он и выполнил свой долг. Позвонил 22 числа, и он мне говорит, мама, я говорю, я иду туда, куда, говорю, туда, куда, туда, вперед, куда, вперед на войну. И я думала, что это быстро так кончится, как вот конфликт Грузии с Южной Осетии. 25-го с какого-то номера позвонил после первого боя. Нас, говорит, из офицеров здесь мало осталось. Я говорю, ну, говорю, давай, может быть, ты тоже куда-нибудь сбежишь. Нет, мама, обратной дороги нету. Я, говорит, как оставлю этих молодых парней, контрактников, одних. Вот он и до конца сражался с ними, пока его не убили. Я пошла четвертого в церковь помолиться, свечи ставить. У меня свечи после моей молитвы все падали. Наверное, Бог знал, все, уже конец ему. Что его уже не будет. А это был мой единственный сын. Моя опора, моя надежда. Даже детей ничего не осталось после него. У меня в жизни одна пустота, впереди ничего нет. Вот он выполнил свой российский долг, который обещал. Да мне сына кто вернет, никто не вернет. Тишина кругом. Постоянно кажется, что он будет из-за угла идти, как вот он с училища приходил, с работы. Я участвую, здесь стояла, смотрю, он идет. Он пропал под Изюмом 16 марта. Разбили ихнюю колонну. 16 марта мне никто не дает о нем сведения. Да, он числится без вести пропавший. Каждый раз дается разная информация. То он без вести пропавший, то он на спецоперации, то он вообще нигде. Я вас понял. Если бы сейчас можно было поехать туда, под Изюм, я бы уже была там, если честно сказать. Я бы в каждый дом заходила, спрашивала. В Харьковской области. Там, где я родилась. Нас вызвали в военкомат сюда. Сказали, что 16 марта, то есть 12 он приехал, а 16 марта уже их отправили в эту колонну. Они уже пошли в наступление. Вот сейчас сказали, что 16 марта колонну разбили. Что нужно сдать ДНК. Что очень много трупов. Мы сдали ДНК. Военкомат наш, так, результаты ДНК нам не сообщил. Мы узнавали сами. Результаты ДНК пришли отрицательные. То есть совпадений не было. Я обзвонила все больницы. От Воронежа до Кавказа. У нас много мам, которые тоже ищут своих детей. Вот две мамы уже похоронили своих детей. Дети умерли 28 марта. Похоронили буквально две недели назад. Им только сообщили. А девочка с Нижнего Новгорода, она тоже, ее муж находился в этой же колонне, как и мой сын. Ей вообще сказали, что он погиб. Но результат ДНК показал отрицательный. Тела нету. У нее маленький ребенок. И она говорит, а где его зарплата командировочная, боевая? И на что был ответ. Нету тела, нету денег. А как так получилось, что он так быстро этот контракт заключил? Да заставляют там. Это вам скажет каждый. Понимаете, каждый. Потому что они их начали присылать еще на втором месяце, как они только приехали туда. Он уже мне начал говорить. Мам говорит, тут контракт заставляют подписывать. Я говорю, сынок, не подписывай. Я говорю, держись до последнего. Ну, видать. Что-то нашлось такое, что я его заставила подписать этот контракт. Но он не хотел его подписывать. Зачем? Кому это нужно было? Кому? Зачем вообще это все началось? Как вообще можно было детей туда отправлять? И президенту я писала. Знаете, какой мне ответ пришел? Ваше письмо отправлено в Министерство обороны. На вопрос им задаешь. Ну, что могло произойти? Ну, вы же военные люди. Ну, вы же больше нас понимаете. Ну, правильно? Я лично. Так они нам начинают перечислять. Ну, мог сгореть. Могло землей присыпать. Могли похоронить мирные жители. Могли в плену. Вот понимаете, ну, такие вещи говорят. Ну, просто вот слушаешь их и дикость. Какая-то дикость просто. Их просто отправили так, как пушечное мясо. И бросили. Не забыли, что они были. Но я все равно не буду ждать его до последнего. Я сердцем чувствую, что живой. Как сказала мне мама одна, что 500 человек с нашей части пропавших бездет считается. 500 человек. Да если мы не будем их искать, их никто искать не будет. Мне не нужно никому. Он сейчас приедем домой, и он дома. Он обещал мне вернуться к дню рождения. Когда погиб? 27 февраля, говорят. Шойгу, Путин. Чем они думали-то? Они же знали, что это назревает. Могли бы подготовить там войска такие уже, которые уже участвовали где-то собрать таких воинов. А не ребятишек этих отправлять. А сколько лет было? Только 22 исполнил с 1 февраля. Ну, срочником мы... Я говорю, ты подписывай контракт, работы нету нигде. Заработаю денег, возьму квартиру. Здесь, говорит, приеду, говорит, баню помочили строить. Достроим, говорит, баню. Возьмем машину. Будем на рыбалку. На подлёдные ловлю ездить. Да, боже мой. А ты когда решил поехать? Да я сразу же решил. Просто пока вот его дождался, пока похоронили. 21 апреля мы улетели туда. Ну, мы зашли в Попасную, что успели. Потом Камышеваха, Александра Повля. Ну, деревня. Как доброволец? Да, да. Ну, интересно же, конечно, как он погиб, так и... Вообще, что там происходит? Почему так в лёгкую ложат наших ребят-то? Ну, теперь посмотрел. Я так понимаю, у нас армии-ка нет. Почему? Командование такое, видимо. Командиров мы там вообще, считай, не видели там. Какие-то самозванцы. Иди туда, сами не знаю, куда. Ну, кто там с нами, ребята, воевали, они говорят. Некоторые там в Чечне бывали, в Сирии. Ну, сопротивление этой войны, цветочки там. Такой войны мы, что не видели. Рыбный пирог. Здесь он, когда на нерест-то рыба-то идёт. Тут и дроны, и всё есть, а там на войне дронов нету. Я хереваю, это дурдом какой-то. Ну, у них-то там и ночники есть, и всё. А у нас-то ничего не было этого. Ну, что такое, если ты трофеешь. Ты, говорит, дадим? Ну, на Новый год-то, я говорю, дадим. А я на Новый год, говорит, тебе я приеду. Я говорю, как к матери-то ближе там. Она там, говорит, на стол накроет, а я говорю, тебе кого тут накрою? Нет, я к тебе приеду. Посидим, говорит. Ну, как будто вы чувствовали. Ну, а на Новый год, вот, после Нового года уехал так, я его больше не видел. Перед отъездом у старшего сына, вот, был, ну, у брата, получается. Ну, то он на коне катал тогда. Вот. Вот, когда перед отъездом он подружился с девушкой. Находили там альбомы семейные, там же все разбомблено на Украине. Ну, альбом смотрел. Ребята-то, считай, с кем мы воюем, мы тоже наши же. В альбоме он в Афгане был. А сейчас мы друг с другом воюем. Ну, какое это дело? Ну, порой-то даже и рука-то как-то не подниматься. Сюда и вон свой же тоже. Ну, попробуй разберись. Все, бурья нам заросло, сколько лет. Все-то надо разбирать, переделывать. Вот, вот, вот эту баню-то мы хотели со Славкой к лету, говорит, мы с тобой доделаем. Какие пироги. До сих пор так себя ведет. Я виноват, наверное. Но опять, не знаю, тут бы остался. Начинается все. Пивцо, потом венцо. Потом люди скатываются, они сами не замечают. Боялся этого. Получилось совсем, что хуже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сочем-то... Продолжение следует... Да, я見て это просьба. Продолжение следует... Просто... Подолжение следует... Мы начали к ручке. Посмотрим, подлюдение на этих стрелках. Опра. Опра. Пошел в шагах. Муж уехал на войне был. Ну, награда идет. Что рассказывает? Страшная война. Это месиво просто. Это просто жесть. Они мародеры, они что там творят? Они даже не знают, что они делают. Он приехал просто совершенно седанно. Вы же его знаете. У него столько морщинок было. Но он еще подгулял там хорошо в Москве. Потому что никак без этого. Человек самостоятельно заработал деньги. Выплатили ему полностью все. Но не все. Там еще какие-то деньги должны были подойти. Или подойдут, я не знаю. Но он выпил там. Он три или четыре дня в гостинице только жил. Я его с Иркутской через ФСБ нашла, конечно. И домой привезла. Три дня и... Он вообще добровольно поехал? Да, он добровольцем уехал. Получается, с Камчатки. Поработал, не получилось. И попал на стрельбище. Ну, стрелять не стрелять. Оказывается, это с атаманами они были. Его атаман отправил. Я его туда не отпускала, своего мужа. Не-е-е. Я ему говорю, я чуть не плакала тогда. Мы вместе с мамой уговаривали. Не-е, а если человек... Он был раз на войне, два раза был на войне. Естественно, он говорит, если не мы, то кто пойдет? Вот он мне что сказал. Парни только залазили в дома в тех случаях, то что кушать, когда охота были. Сухпаки, они нормальные в принципе, но все-таки с них не насытишься. Они говорят, мы залазили туда в подполе к ним. Ну, огурцы где брали, помидоры вот такое-то. Больше ничего. Ну, могли там еще скотину какую-то подколоть. Потому что кушать-то тоже хочется. Армия российская, я говорю, нищая. Куда все деньги деются, непонятно. Война между собой, ну, посмотрите. Ну, можно так сказать. Хотя все равно это разные народы, отдельные. Раньше-то были они как-то же все мы вместе, вот эти вот государственные. Вот этот вот венок-то надо собрать, я думаю, так. Все равно мы его соберем для наших потомков, детей. Что вот эти вот, сколько их там стран-то, этих ближних зарубежных, я не помню даже. И этот Кумачев, это все-таки флаг-то надо повесить, чтоб не три колора было, а красный флаг все-таки. Не Россия, а чтоб СССР было. Тогда нам все-таки жилось, и мы дружнее тогда были. Я помню, вот по детству даже хоть мы за колбасой стояли, за хлебом стояли. Зато мы понимали, что такое дружба. А сейчас эта дружба-то вообще нету нигде. Я вообще не понимаю, для чего эта война. Чего делить, кого делить, я вообще не понимаю. Разбежались, да и все. Я бы соглашение мирное подписали, и каждый, чтобы освоясь и ушел. Так было бы легче. Хоть, главное, живой вернулся. Да. Опасно. Сколько ребят не вернулся. Как это что у нас 50 повесток пришло? Кого? 50 повесток пришло. Не знаю. Вам не приходили? Нет, мы старые уже. А то и писали, что все, село осталось без мужчин. Да? Ну, сидим же двое. Да нет, там маленько забрали одного-два. Ну, почти всем пришла повестка. На отметке уже потом давали вторую повестку. Проверки-то пошли везде. А то сували всех и больных, и хромых. Кто служил, наверное, кто не служил. Везде же. После этого начали маленькое. Кому отсрочку, кого вернули, кого проверили. Забрали. Три человека. Два-три. Ну, а этого сразу на херсон сунули, да? Ну, вот щепка. Какая вот щепка? Никто сразу не отправит тебя воевать. Ну, говорят уже на херсону. Да что говорить, малыши говорят. Ты слышишь, что Путин говорит? Путин ночью говорит. Ага. А другие совсем по-другому говорят. А другие. А третьи скажут. Вообще там уже воюют. Никто тебя не отправит сразу воевать. Как тебя отправит? Отправь меня его воевать. Себя автомат руганировать. Кто тебя поедал? Чем больше мяса, тем вкуснее ему. Наверное. Кто тебя отправит, я скажу, автомат. Ага. Каждый день вон гробы идут. Так идут. У нас есть срочники, контрактники. Сейчас обучат, тогда пойдут. Ну, чего толку обучат. За две недели обучат. Год армии и две недели обучения. Сына призвали? Слуха, ни духа нету. Вообще? Вообще. И неизвестно, что с ним. Сказали, что херцом загинули и все. Но им же положено две недели. Сказали, десять дней и поехали. А обмундирование дали все вот это вот? Половина старого. Что? Половина старого. Я говорю, он даже в своих берцах поехал. В своих берцах? Наверное, что вы выдали летние, а у него были зимние. Не знаю, раз призвали, значит, надо. Есть смысл. Большой дай. Меня зовут Байкара Надежда Байкараевна. И на мне пилотка, пилотка моего деда. Дед сложил голову и лежит там на земле украинской. Украина связана у нас очень многое. В 2014-2015 году мой единственный сын, у него есть медаль за Крым. За возвращение Крыма Владимир Викторович, мой единственный сын. Старший внук учился в Сушинской школе. Поступил в Тувинскую кадетскую школу. Он взрывался на службу в армию. Я ему говорю, учись, 10-11 заканчивай, а потом ехай в армию, сыночек, всегда успеешь. Нет, нет, мама, я 10-11, всегда успею. Я сейчас хочу служить, я поеду, поеду. И он поехал после девятого класса. Служил до 22-го нынешнего года в контрактных войсках. И позвонил мне в конце февраля. Перешли границу в Украину, находимся в спецоперации «Бабушка». Я говорю, что такое спецоперация? Это если по простому говорить, это война, бабушка? Внучек мой, сыночек мой. Война же давно закончилась, 70 лишних лет назад. Какой может быть война, сыночек? Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Бабушка, я очень хорошо знаю, очень хорошо понимаю, что такое война. Бабушка, мы должны защищать нашу родину, отечество нашу, Россию. Последний раз он позвонил после 10 апреля. И потом звонки его оборвались. Сложил на алтар победу голову апреля месяца в конце. И чтобы в Украине была мир, 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 свобода. Жизнь, жизнь, жизнь восторжествовала, восторжествовала жизнь и счастье. Здравствует победа. Победа моих сыновей, отцов семейства моих внуков в спецоперации. Дело наше правое. И победа будет за нами, запомните. Победа будет только за нами, за российскими солдатами. Олденхарел Олденхарел Как мой Олденхарел воевал гранатометом, спасал многих солдатов гранатометом, анатометом, когда, Алденхарел, по танку противника, такой-то танк загорелся. Володю, ветерана боевых действий, воина-интернационалиста, солдата России, я назвала, в 9 лет изменила фамилию, в честь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Моя Сочи, моя Анапа. О, хороший чай. Это все мои горы. Это пастбища. Держим сколько можем скота разного. Отсюда мы кормимся, мы не бедствуем. Мои сыновья и внуки идут, контрактные солдаты, не за деньгами, не за деньгами, не за зарплатой. Всей семье хотели, телки мы хотели в 17-м году. Землю я взяла, пашню я взяла, палпиша я взяла. А телок, кто мне поможет? Какой олигархник купит этих телок? Все трое хотели, все трое ушли небеса. Старшая дочка говорит Анжелике, «Ничего, ничего, мама. Обязательно купим телочек. Я предпринимателям обратно пойду работать, деньги соберем, телочек купим молодых». Ну и она умерла. Трое детей остались. Этот внук, Алгангаренко, той спецоператчик, по телефону он говорит, «Бабушка, я после войны приеду, и я, наверное, привезу орден Жукова. Я заслужу, бабушка говорит». А коровы, тёлки обязательно теперь купим. Обязательно купим бабушка. Вот и всё. Он теперь на небесах, внук мой. И я, вот, кто нам кредит даст-то? Старые мы люди. Да и пенсии тут всё равно не хватит. Возраст у меня и пенсия наша. Возраст. Вот и сам заплакал, Дмитрий. Вот и журналист. Ничего, будем жить. Будем жить не унывать, а слёзы протирать. Понятно, Владимир? Давай, пей чай. Горячий. После 24-го числа внутри меня произошёл какой-то перелом. Я почувствовал, что почва, на которой я стоял, на которой я опирался, она рухнула. Мир закончился, начался какой-то новый мир, в котором просто надо всё начинать заново и опять искать ту опору, которую ты потерял. Это некий экзамен для каждого человека. Господь задаёт человеку вопрос. Кто ты есть? Скажи о себе сам. Если он вышел на митинг, если он сказал что-то против, если он, наоборот, одобрил, если он поддержал, то есть что бы ни сделал человек. Если он промолчал, он никак не отреагировал. Это всегда. Есть его раскрытие как личности. Я полагаю, что жизнь человека, как бы, да, вот она и есть некая спочка выборов, которую человек делает. Господи, помилуй. Во прекращении войны в Украину, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасение народу Украины, Господу помолимся. Господи, помилуй. Прочищается раба Божия София. Во оставление грехов своих. В жизнь вечную. Прочищается раба Божий Павел. Во оставление грехов своих и в жизнь вечную. Аминь. Прочищается раба Божия Галина. Так? Во оставление грехов своих и в жизнь вечную. Аминь. Сегодня только плохо. Вчера нормально было? Нет. Вчера. А что нет вчера? Нормально или, наоборот, ненормально было вчера? Да, нет. А сейчас тут только амбулатория наверху, дом, милосердие у нас. Это время я воспринимаю нормально. Я в храм хожу. Я властенька, да, не скажу плохого. И не нашим умом думать. Люди ученые, люди военные. Им виднее ситуацию. Там разведка, там КГБ, там все, что надо. Там все есть. И Путина я никогда не пахаю. Я спокойна. Наших мальчишек он не посылает туда на войну. Посылает спецов, а не пушечное мясо. И он делает все, что положено делать в этой ситуации. Кто-то говорит, что плохо, что он не прав. А я всегда таком мнении. Не нашим умом думать. Жалко наших мальчишек. Но мальчишки знали, куда шли. Лишь бы войны не было. Вот главное-то, что мы тут, как говорится. Война-то есть. Война не у нас пока. И делается в Сирии война, тут война. Наш президент делает на то, чтобы у нас ее не было. Слушайте, это было всегда во все времена. В Германии, да? В 1936-1937 годах. Были такие же милые, прекрасные люди, которые любили своих детей, своих жен. Но при этом с их одобрения существовали концлагеря, газовые камеры и все остальное. Я не вижу здесь ничего такого необычного. То есть, это всегда в истории было. Когда я смотрю, то, что вокруг, я понимаю, что не хочу здесь жить. В этом мире, на этой планете, на этой земле. В этом времени и так далее. В этом мире, на этой планете, на этой планете.